Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, и мы продолжаем вам рассказывать об отделах, службах, отделениях и центрах, которые существуют в Люберецкой областной больницы, потому что время у нас сейчас с вами осеннее, как правило, всевозможные заболевания у кого-то обостряются, кто-то, к сожалению, впервые об этом узнаёт. И сегодня мы поговорим о неврологии, потому что у нас в студии заведующий нефрологическим центром, врач-нефролог Ольга Николаевна Павалей. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Здравствуйте! Я правильно говорю, что осень для почек – это особая история? Это я так просто... Или почки и летом, и весной всё то же самое? Как обострение? Как правило, в осенний период мы имеем обострение хронических заболеваний воспалительного характера. Поэтому, как правило, вот сейчас мы видим поступление в стационар пациентов с острыми пилонефритами и с обострением хронических пилонефритов. Из-за холода? Да, люди активно отдыхают, получают водные процедуры на морях, приезжают домой и получают восходящую урологическую инфекцию. Ну, давайте начнём с того, что мы поговорим сегодня и о центре, всё хочу отделение назвать. Я не знаю, а чем центр от отделения отличается? В январе 2021 года Люберецкая областная больница приняла решение об открытии нефрологического центра. Это новая структура. Поскольку в Минздраве ранее было распоряжение об открытии межрайонных нефрологических центров, это новая структура, в состав которой входит амбулаторно-поликлиническая часть и стационарная часть. Вот в Люберецкой областной больнице это реализовано таким образом. У нас есть отделение амбулаторного диализа, которое базируется на Назаровской 3 в составе поликлинического отделения номер 6. Там получают пациенты процедуры хронического гемодиализа. Их 42 пациента. Они в ежи интермитирующем таком режиме приходят на процедуры три раза в неделю и получают заместительную поечную терапию. Это одна составляющая нашего нефрологического центра. Вторая составляющая это стационарная часть. Сационарная часть нашего нефрологического центра размещена на территории Красковской больницы. Карломаркса 90, поселок Красково. Там отделение нефрологии и диализа. Отделение нефрологии и диализа состоит из двух составляющих. Это 15 нефрологических коек, на которые размещаются пациенты с нефрологическими заболеваниями, и отделение стационарного диализа. То есть это отделение, которое нужно для того, чтобы пациенты, поступающие в стационар, получали заместительную почечную терапию внутри стационара. Чтобы никуда не ездить. Плюс к этому у нас есть амбулаторное звено. Это на территории поликлинического отделения номер 1, на авиаторов 5, ведёт приём врач-нефролог Ведельникова Светлана Львовна. Вот таким образом у нас нефрологический центр складывается вот с таких вот составляющих. Ну, давайте начнём или вернёмся к основе всего. Человек из всего такого огромного количества органов состоит. Но сердце обычно мы часто обсуждаем, и ваши коллеги здесь приходят. Мы обсуждаем какие-то опухоли, к сожалению, которые присутствуют. Самые различные заболевания. А вот болезнь почек как-то вот она всё-таки немножечко такая чуть-чуть в стороне. Не в том смысле, что ей мало уделяется внимания. Но к чему я веду? Насколько эта болезнь сегодня часто встречается? Потому что каждое заболевание имеет, наверное, какую-то свою статистику. Не в плане цифр, а в плане, ну, как у нас обычно сердечной болезни, помолодели. Значит, мы понимаем, что больше число людей, которые ощущают такое. То есть, насколько сегодня болезнь почек развита среди населения? Вот смотрите, существует такое понятие хроническая болезнь почек. Хроническая болезнь почек это такое вот наднозологическое понятие. То есть, это такой общий термин, в состав которого входят многие болезни почек. Значит, вот хроническая болезнь почек на сегодняшний день является такой вот социальной проблемой наряду с гипертонической болезнью, с сахарным диабетом, с онкологическими заболеваниями. То есть в одном ряду она стоит уже? В одном ряду, да. Почему? Потому что в основном болеет молодое, в общем-то, население. Почему? Работоспособное население. Ну вот если мы возьмём пациентов, которые находятся на хроническом гемодиализе, средний возраст пациента – это 47 лет. 47 лет. То есть это работоспособные люди. Поэтому необычайно важно на сегодняшний день выявление вот этой хронической болезни почек в той стадии, когда возможна профилактика дальнейшего прогрессирования заболевания. То есть нефропротективное лечение. Вот только оно даёт нам возможность замедлять темпы развития этой хронической болезни почек и, соответственно, инвалидизацию населения. Но хроника, наступающая хроника, она, в принципе, не хочется говорить слово «неизлечима», но она поддерживаемая. То есть можно поддерживать состояние нормальной человеческой жизни, имея хроническое заболевание почек. Да, вот почечные болезни, они такие вот тихие убийцы. Как правило, это выглядит таким образом. Человек очень долго ни на что не жалуется. Как правило, у него там какое-то количество лет повышенное давление, какое-то количество лет плохие анализы мочи. Человек, по большому счёту, живёт как живёт. И проявляет себя почечная патология только тогда, когда мы уже имеем срыв всех компенсаторных возможностей организма. То есть пациент поступает как будто бы с пневмонией, как будто бы с сердечной недостаточностью. А когда человека всесторонне обследуют, выявляются у него маркёры острого почечного повреждения, предположим, или хронического почечного повреждения. То есть мы, я имею в виду простые смертные, которые не являются нефрологами, мы даже не в курсе иногда, что именно нам кажется, что сердце болит. Да. А вот на самом деле примерно 26% или 36% людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью, то есть это хронические пациенты с кардиологической патологией, они имеют хроническую болезнь почек. То есть вот представьте, если мы берём популяцию кардиологических пациентов, которые ходят к терапевтам, к кардиологам, примерно треть из них имеет уже маркёры почечного повреждения. То есть ваши уже больные. Да. Потом, если мы берём пациентов, которые без хронической сердечной недостаточности, а просто кардиологические пациенты с другими болезнями, там тоже процент довольно велик, это 16%. Но почему молодые? Что, едят и пьют не то, что нужно? Или на холоде всё много правило? Ну, потому что спектр почечных заболеваний, которые приводят к хронической болезни почек, он велик, да. И это, как правило, врождённые аномалии развития мочевыводящих путей. А врождённые аномалии – это всегда молодой возраст. То есть это всё дебютирует в подростковом возрасте, в молодом возрасте. Ну, когда растёт всё это, да. Или, например, дебют нефрологического заболевания может состояться во время беременности женщины. Понимаете? Когда весь организм как бы… Да, да, да. Поэтому мы вот видим, затем, смотрите, врождённые аномалии диагностируются в раннем возрасте. Потом, значит, хронические гламурол нефриты. Эти заболевания тоже, как правило, дебютируют в довольно молодом возрасте. Мы редко видим, скажем, пожилое население, да, у которого дебют какого-то острого, тяжёлого почного заболевания. Да, ну, всё равно. Ну, тогда давайте мы… Ну, вы так хорошо рассказываете, что я прям как на лекции в медицинском институте. Очень приятно. А скажите, какова вообще задача почек, здоровых почек? Зачем они нам даны? Почки – это очень важный орган. Как будто бы они незаметны, как будто бы они производят мочу. Но на самом деле это самый главный орган, регулирующий гомеостаз организма. То есть обмен веществ организма. То есть кроме того, что мы имеем выделение мочи, да, ведь с мочой выходят токсины. То есть очищение организма идёт. Да, то есть таким образом организм очищается от белковых шлаков. То есть всегда почечная патология приводит к тому, что накапливаются именно белковые шлаки, продукты азотистого обмена. И когда человек болеет почечными заболеваниями, как правило, рекомендуют диеты, в которых снижена белковая нагрузка. То есть это орган, который выводит продукты белкового обмена. Это орган, который регулирует артериальное давление. Это орган, который регулирует обмен калия, натрия в организме. Поэтому фосфорно-кальциевый обмен, соответственно, метаболизм в костях кальция и фосфора. От этого мы видим нарушения всякие костные. То есть почки даже не то, что посредник чего-то между чем, а он само по себе, как структура, да, ну вот как сердце же не посредник, да, а капилляры посредники у сердца, кровь гонят. То есть почки, они сами по себе самодостаточный такой орган, без которого прожить довольно-таки сложно. Невозможно. Невозможно. Ну, я в конце, естественно, вам вопрос адресую один, потому что некоторые считают не то, что его спорным, но по-другому к нему относятся. Но это будет в финале, пусть для наших телезрителей будет такая интрига. Вернёмся к заболеваемости. Вы сказали 42 человека. Это люди, которые стоят у вас на учёте или как это называется? Это пациенты, которые прикреплены к различным поликлиническим отделениям в Любрецкой областной больнице. Соответственно, они к нам приходят на процедуры три раза в неделю и получают заместительную почечную терапию. А что эта терапия включает в себя? Значит, эта терапия включает методики гемодиализа, гемодиафильтрации. То есть в ситуациях, когда почки сами не работают, у этих пациентов, у всех диагноз – терминальная почечная недостаточность. Да, ещё 20 лет назад эти пациенты были обречены на смерть, потому что у нас не было широко развито лечение гемодиализом, гемодиафильтрацией. Очень большой дефицит мест был. А на сейчас каждый человек, неважно в каком городе Российской Федерации он находится, он имеет возможность получать заместительную почечную терапию. И вот в нашем Любрецком районе этот вопрос решён очень хорошо. У нас есть отделение амбулаторного диализа. Наши пациенты получают лечение. Это лечение позволяет почкам немножечко дольше работать, правильно я понимаю? Это лечение замещает утраченную почечную функцию. Ну, три раза надо приходить в неделю. Значит, существует доказательная медицина. Согласно доказательной медицине, минимальный объём времени, который человек должен проводить в отделении диализа, получая свою дозу диализа, это 12 часов. Соответственно, эти пациенты должны приходить три раза в неделю и получать лечение минимум 4 часа. И вот тогда мы получаем какую-то имитацию устойчивого состояния, похожего на то, как работают здоровые почки. А почему нельзя их вылечить? Хотя нет, давайте мы этот вопрос на вторую часть перенесём. В завершение, то есть, ещё раз, в разных отделениях, в разных уголках Люберецкой областной больницы формируется этот своеобразный список, выстраивается какой-то график. У нас существует логистика определённая, выстраиваются определённые маршруты, существует доставка пациентов в отделение гемодиализа. Эти пациенты приезжают группами, да, их подключают таким же образом группами, они получают свою процедуру и уезжают снова домой. И вот эта система работает очень отлаженно, пациенты получают это лечение пожизненно, до тех пор, пока они не уйдут на пересадку почки. И такой вопрос – бесплатно? Да, конечно. Но это же затратно для государства? Или сейчас найдены какие-то способы компенсации? На сегодняшний день всё лечение пациентов оплачивается по ОМС, процедура стоит примерно 6 тысяч рублей, прошу прощения. Соответственно, для пациентов это всё бесплатно. Понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу, а вот во второй части интригующий вопрос, который я обещал в конце задать. Потом мы узнаем информацию, почему всё-таки, вот как я спросил, нельзя вылететь почку, почему всё хронически заканчивается. Ну и узнаем, кто у вас работает, чем вы ещё порадуете своих посетителей. Но вывод после первой части очень важный. Не стоит этого бояться, если вовремя заняться лечением. У нас в студии Ольга Николаевна Повалей. До встречи! Напомню, что эта программа – открытый диалог. У нас в студии заведующий нефрологическим центром, врач-нефролог Ольга Николаевна Повалей. Говорим мы сегодня, естественно, о так называемой почечной недостаточности. Кстати, это правильно, что если смотреть внимательно на лицо человека, если у него под глазами мешки такие тёмные, что это почки? Или это уже ошибочное мнение? Ну вот вы знаете, мешки – это один термин. Ну прямо вот мешки. Тёмные круги – это другой термин, а отёки – это третий термин. Так, вот давайте три термина разберём. Значит, ну вот смотрите, мешки – это бывает в разных ситуациях они формируются. Мешки – это иногда грыжа. Это кстоматологическая проблема, мы её во внимание не берём. Мы, нефрологи, говорим всегда об отёках под глазами. Вот это признак почечного заболевания. Вот в той ситуации, когда нарушен обмен воды в организме, происходит накопление этой воды. То есть человек употребляет жидкость, он входит в туалет по-маленькому, но происходит таким образом, что жидкость откладывается во приёмных местах, накапливается. И вот эти отёки под глазами – это и есть признак почечного заболевания. Да, это правда. А отёки и круги под глазами – это что, другое или это… Значит, круги под глазами – это сосуды, которые видны в ситуациях, когда у нас остынчена кожа. Как правило, это тоже не имеет отношения к почечному заболеванию. Нас волнуют только отёки. Отёки могут быть как под глазами, так и периферические, на нижних конечностях, на верхних конечностях. В ситуациях декомпенсации мы имеем отёки внутри живота, асцит, так называемый, имеем отёки внутри грудной клетки, гидроторокс, так называемый. Это вот в ситуациях, которые проявляют себя запущенные истории с хронической почечной недостаточности. То есть, грубо говоря, вода ищет, где ей отложиться. Да, когда нарушено выведение воды, когда в силу каких-то обстоятельств жидкость накапливается, а это является симптомом почечного заболевания, мы имеем отёчный синдром. Ну, тогда возникает вопрос, когда люди сталкиваются с урологией или с мочевой пузырь, не до конца что-то там происходит. Это тоже начало почечной недостаточности или это отдельная болезнь? Бывает группа болезней, так называемые, обструктивной уропатии. Это урологическая история, она связана с тем, что на каком-то этапе нарушается отток мочи. Но этим занимаются врачи-урологи. То есть, на последнем этапе, поближе уже к выходу. То есть, это могут быть камни в почках, это могут быть камни в мочеточниках, это могут быть обструктивные истории, связанные с предстательной железой. Но всё вот это, вышеперечисленное, нарушает отток мочи. И следствием этого всего является почечная недостаточность. Когда эта ситуация во времени растянута, когда человек год, два, три не обращается, имеет, например, хроническую задержку мочи, это заканчивается изменениями почечной ткани, её структуры, формируется так называемая гидронефротическая трансформация. И тогда уже такого пациента лечат не только урологи, но и нефрологи. Увеличивается число. Да, потому что, кроме того, что есть камни, есть заболевания, скажем там, мочевого пузыря, предстоятельной железы, есть ещё и необратимые изменения в почечной ткани, которые уже лечат только нефролог методами гемодиализа, заместительной почечной терапией. Ну и вот теперь мы подходим к такой главной теме, она из нескольких частей состоит. Про камни, наверное, тоже мы поговорим. Но прежде всего, вот этот вопрос, который я задавал в первой части. Почему нельзя почки вылечить? Потому что хроническая почечная недостаточность – это заболевание, которое является финалом течения какого-то хронического почечного заболевания. Это может быть поликистозная болезнь почек, это может быть хронический гламеролунефрит, это может быть какое-то хроническое интерстициальное заболевание почек, которое течёт из подваль совершенно незаметно. Человек не знает, что он чем-то болен. И когда это себя проявляет, это уже финал. То есть не восстанавливается в обратку. Да, что значит финал? Финал – это когда почечная ткань необратимо изменяется, трансформируется, формируются на её месте рубцы, склероз, вот медицинский термин существует, патологоанатомический, и уже ничего вернуть нельзя. То есть не существует препаратов, которые могли бы восстановить почечную ткань. Поэтому вот в данной ситуации, когда ставится диагноз терминальная почечная несыточность, или это хроническая болезнь почек пятой стадии, когда почечная функция снижена максимально, только трансплантация почки или заместительная почечная терапия гемодиализом, она может человека вернуть к здоровому образу жизни. Ну, я так понимаю, что вот вы говорили, да, эти 42 человека, которые проходят лечение, но есть ещё путь, я не знаю, всем ли он им подходит, но некий путь вот идти к этой почке, которую встать, как говорите, в очередь на получение донорской почки. Да, существуют такие программы в Московской области. Действительно, эту почку можно как-то пришить, и она будет работать? Вы уж извините за грубый такой слэнк. Все наши пациенты, особенно молодая популяция людей, работающих, активных, приходя на гемодиализ, они компенсируются. Они через какое-то время, ну, примерно спустя полгода, перестают чувствовать себя больными людьми, потому что мы настолько активно занимаемся их лечением, восстановлением, коррекцией всех их нарушений, какие у них существуют, в связи с тем, что у них есть хроническая болезнь почек пятой стадии. И наступает момент, когда они начинают понимать, что они как здоровые люди, но только приходят на процедуры заместительной почечной терапии. И вот тогда они принимают для себя решение о пересадке почки. Это тоже как бы платная услуга. Нет, эта услуга также бесплатная. Существуют программы пересадки почки. Пациенты встают в очередь. У нас есть учреждение третьего уровня медицинской помощи, оказания специализированной нефрологической. Это наш московский областной клинический институт МАНИКИ. И там осуществляют пересадку почки. Данные пациенты осуществляют своё обследование, встают в очередь. И когда возникает ситуация совместимости донорской почки с их почкой, их приглашают на пересадку почки. А работает это? Да. Пациенты могут находиться на диализе 10-15 лет, потом пересаживать почку, и ещё 10-15 лет ходить с донорской почкой. Скажем, потом получить снова этап гемодиализа. Вот эта история, это тот редкий... Хотя сердце у нас тоже пересаживает. Тут, правда, одно время пытались голову пересадить, но пока вроде бы ничего не удалось. Разговоров было много. Но у сердца, да, мы тоже когда-то все думали, ну как это можно сердце пересадить? Значит, это почка донорская работает. Работает, да. И вот тут возникает вопрос. Я тут недавно видел картинку. Немножко отвлечёмся, а потом уже поговорим о вашем коллективе и других. Когда где-то в Корее, по-моему, люди чуть ли не вырезают себе почку, ну сдают её как бы, да, чтобы купить мобильный телефон. И это как бы такая есть история. То есть, что такое донорство почки? Может быть, это не совсем к вам отношение? Я как бы не в криминальную сторону. Если, например, мама отдаёт почку для сына, такой вот вариант работает? Да, это родственная пересадка. Да, вот это самый оптимальный вариант для детей. Более приживаемый такой, да? Да, потому что родственники, они с точки зрения генетической более близки, да, вот, соответственно, вот к той почке, которая нужна нашему рецепенту. Поэтому донорская почка – это отдельная программа, да, это тоже существует, и в маньяках это тоже осуществляется, да, и в суте трансплантологии Нишимакова это тоже осуществляется. Вот, и в низклифосовском это тоже осуществляется. То есть существует донорская пересадка, это пересадка почки от кровного родственника, а существует аллогенная пересадка почки, это пересадка трупной почки, да, но это тоже имеет право на существование, это… Трупная – это после смерти человека. После смерти человека, да. Почки третий нет, просто кто-то пришел и сказал, я готов продать почку. Такого нет у нас? Ну, на сегодняшний день мы не работаем в таких схемах. То есть официально этого нет? Этого нет. Ну, мы понимаем, что если, например, человек не хочет долго ждать в очереди, какие-то, ну, я имею в виду на уровне государства, есть платные очереди, где он может за деньги приобрести то же самое, но только заплатив деньги, ускорив… Или, например, что-то вынужден быстро это делать, или все у нас по системе вот бесплатное идет? Все по системе бесплатное, ускорить это невозможно. Надо ждать. Нужно ждать. И эти пациенты, приходя на гемодиализ, сразу информируются о том, что как бы они не хотели быстро решить свой вопрос с пересадкой почки, они будут жать столько, сколько нужно, потому что… По закону, так получается. Подобрать подходящий донорский орган – это большая, сложная, высокотехнологичная история. Но в любом случае, как это ни парадоксально покажется, радостно слышать, что хоть вот если говорить о почке, тут можно подобрать орган, потому что не все наши органы можно подобрать человеческие, которые хотелось бы подлечить. Почка – это тот орган, который нам дает возможность работать. То есть заместительная почечная терапия – это этап для жизни пациентов с помощью гемодиализа. Пересадка почки – это тоже этап жизни пациента с терминальной почечной несадочностью. То есть сейчас заместительная почечная терапия и пересадка почки открывают для человека горизонты, возможности жить дальше, продолжать видеть своих детей, внуков, сама жить и работать. А раньше об этом даже не думали. Раньше об этом никто не мог мечтать. Давайте поговорим о вашем коллективе, потому что вы за них не только моральную ответственность и руководители несете ответственность, но нам важно знать, кто эти люди, потому что все-таки заболевание такое раздражительное с точки зрения пациентов, боли и так далее. Как поставлена работа в вашем центре и что пациент получает, какую терапию по ходу всего обследования и так далее? Ну вот у нас, как я сказала, существует стационарный этап и существует амбулаторный этап. В отделении амбулаторного диализа Леберетской областной больницы работают врачи, нефрологи и сестры процедурные, которые занимаются тем, что выполняют процедуру заместительной почечной терапии. У нас высокопрофессиональный коллектив, поскольку сама процедура является высокотехнологичной, и люди приходят совершенно осознанно в эту область медицины и проходят довольно долгий этап принятия этой работы и обучения на рабочем месте. Поэтому я вот на сегодняшний день могу сказать, что мы 10 лет работаем, как амбулаторный диализный центр. Уже имели и у вас. Да, и у нас очень профессиональный коллектив. К нам идут пациенты, от нас никто не уходит. И, конечно же, в этом заслуга всего абсолютно персонала. Докторов квалифицированных, и сестер, и сестарок. Ну тогда в вашем лице всем вам привет передавать, потому что работа нужна. Но в завершение нашего разговора вернёмся к тем людям, которые, возможно, впервые кто-то начнёт сейчас думать, а может у меня с почками что-то. Профилактика любимая, да, врачами слова. Вот и сейчас, как человеку всё-таки попытаться чуть-чуть быстрее определить, что что-то не то именно с почками, и прийти на какое-то обследование. Значит, у нас существует такое слово в поликлинической, так сказать, системе. Да. Диспансеризация. Да, великое слово. Это слово имеет неверицательный смысл. Оно на самом деле очень наполнено, это слово, диспансеризация. Но вот только можно прийти, да, сдать какой-то анализ крови, биохимический анализ крови, анализ мочи, увидеть какие-то проблемы, прийти к доктору-терапевту, да, и вот от этого момента начинается момент профилактики, да, или выявление заболевания. Да, к вам или не к вам. Да. Или никому. Как правило, начальные изменения, которые выявляются у человека в крови, в моче, это к терапевту. Почему? Потому что терапевт способен эти все вопросы решить на своем уровне, да, в поликлинике. Как только мы имеем уже более серьезные нарушения, да, со стороны мочеводительной системы, тогда это уже к нефрологу амбулаторно-поликлинического звена. Да, и вот нефролог амбулаторно-поликлинического звена уже ведет пациентов с более тяжелыми стадиями почечной недостаточности, и при ситуациях, когда требуется госпитализация, да, он выдает направление для госпитализации плановой уже в нефрологический центр нашей Григорийской областной больницы. Слава. Ольга Николаевна Повалей, человек, который нам все рассказал о состоянии вот этого заболевания нехорошего и дала надежду, может быть, тем людям, которые, ну, уже на какой-то этапе столкнулись с этой проблемой, и, наверное, надежды еще, прежде всего, родственникам, потому что иногда у родственников в руки быстрее опускаются, даже, чем у самого больного. Поэтому послушайте, посмотрите еще раз, и знайте, что система работает, и схема работает. Несколько способов, поэтому, если такое заболевание будет выяснено здесь, то вам обязательно помогут. Заведующий нефрологическим центром, врач-нефролог Ольга Николаевна Повалей была гость нашей программы. Спасибо еще раз вашим лицам, всем вашим коллегам, хорошей работы и хороших нас, пациентов, больных. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова